Это одно из направлений нашей работы со стипендиатами, один из видов поддержки. То есть у нас есть финансовая поддержка в качестве стипендии, у нас есть творческая поддержка, когда мы отправляем ребят на мастер-классы и в России, и за рубежом, и также на конкурсы. И вот это, как я ее называю, нравственная поддержка. Это организация концертов и акций, на которых наши дети осознанно, целенаправленно играют для того, чтобы помочь своим сверстникам, которые живут и растут в трудной жизненной ситуации. Начало было положено именно тем самым концертом в Организации Объединенных Наций в Женеве, когда 15 моих стипендиатов играли с тем, чтобы собрать средства на приобретение специального оборудования, специальных таких систем для трансформации звука в вибрации. И эта трансформация делает возможным слышание музыки с глухими людьми. И мы собирали эти средства и покупали это оборудование целенаправленно для Сергея Посадского дома слепоглухих детей. И туда же их привезли, эти комплекты. И эти же ребята из рук в руки передали эти комплекты. И они были тут же установлены, и тут же апробированы, и тут же состоялся концерт, где те же самые ребята, которые играли в Женеве, играли уже для глухих. И вышла девочка, глухая от рождения, и с переводчиком сказала, что благодаря вам я теперь поняла, что действительно музыка прекрасная, и теперь поняла, почему они и так пишут. И мы все сидели, не могли сдержать слез, потому что это было так искренне и так важно для всех. И надо было видеть радость на лицах этих детишек и радость на лицах наших стипендиатов, которые вдруг поняли, что музыкой можно менять мир. И потом было много акций, потом были поездки в больницы, в центры различные медицинские, к детям больным ДЦП, в Солнцевский центр челюстно-мозговой хирургии, в трудовые исправительные колонии под Петербургом, под Тулой, под Рязанью. И везде происходило чудо, потому что для детей, которые растут в специфической жизненной ситуации, очень важно, что это не взрослые дяди и тети, а их сверстники, для них что-то делают. Это совершенно другое восприятие. И, скажем, для детских домов их можно без конца учить музыке, но когда они видят, что творит их сверстник талантливый, они совершенно по-другому начинают хотеть играть, загораться жизнью. У нас есть специальная программа помощи талантливым детям, воспитанникам детских домов. И есть специальная программа помощи инвалидам талантливым. У нас есть стипендиаты глухие, которые танцуют, или слепые, которые играют и поют. То есть, очень такая широкая направленность вот этой программы «Дети детям». И она у нас, мне кажется, наверное, самая важная.